Семейный марафон В рамках данного мероприятия все желающие могут посмотреть секции, кружки, различные рукодельные мастерские, они здесь представлены, и выбрать для ребенка, что ему понравится, к чему он тяготеет. По традиции мероприятие «Комсомольская правда» проходит в семейной атмосфере с большим количеством спортивных эстафет, мастер-классов и приятных сюрпризов. Каждый мог подойти к интересующему стенду и узнать все детали зачисления в ту или иную секцию. Так поступили и мы, и начали с Центра юных натуралистов. Помимо его преподавателей, внимание прохожих привлекали и пушистые жители Центра. Наш Центр является ядром экологического воспитания города. Детки наши занимаются в самых различных кружках. Это и овощеводство, и плодоводство, и наградарство, аквариумистика, кролиководство. Детки занимаются в кружках творческого направления. Заниматься у нас можно бесплатно. У нас все кружки работают бесплатно. Преподаватели у нас практически все с первой и второй категории, даже есть преподаватели с высшей дидактической категории, все умельцы, все гуру, скажем так, в своем деле. Главной задачей преподаватель называет воспитание любви к природе. Все это становится возможным благодаря постоянному контакту детей со зверьками, созданию поделок и организации различных тематических семинаров. Движемся дальше. И движемся безопасно. Ведь встречает нас автомобильный клуб Молдовы. Именно мы пропагандируем дорожную безопасность, проводим различные акции и проекты. Сегодня мы говорим больше о безопасности детей именно в автомобиле. На самом деле многие уже школы знают о нас. Мы работаем и в Гагаузе, и на севере, в Бельсах, и в Кишиневе, естественно. Поэтому мы ходим на такие лекции, договариваемся с преподавателями и работаем с детьми. У нас есть специальная даже мобильная площадка по дорожной безопасности, где мы устраиваем такую реальную ситуацию дорожного движения со светофорчиками, с разметкой, с жилетками и работаем с детьми. Дополнительную информацию об автомобильном клубе Молдовы можно найти на сайте saferoads.md. Также организацию можно позвать с выступлением и в вашу школу, от автомобилей к звездам. Клуб авиа и ракета моделирования также оказался в центре внимания. Это каждая секция индивидуальна. Авиамодели, там строят модели планиров, самолетов, ракет, авиа, то есть, участвуют в соревнованиях. Вот сегодня одна группа ребят уже уехала на соревнования в Кошерницу с моделями свободного лета. Судомодельный, строят модели яхт, кораблей, тоже проводятся соревнования. Весной и в начале лета были соревнования на озере в долине Рос. Звоните по телефону и приходите, записывайтесь. Обучение бесплатное, но руководители у нас очень большие, энтузиасты своего дела остались. Таланты бывают разными. Кто-то самолеты создает, а кто-то покоряет сцены. Ученик столичного театрального лицея поделился информацией о записи детей в это учебное заведение. Театральный лицей наш находится на Кузовода, здесь на Ботанике 19-3. Ну вот, подъезжайте туда, заходите в школу, сразу к директору, сразу можно записаться, все это без проблем. То есть надо пройти определенную комиссию, там можно прочитать басню, песню, спеть и так далее. И уже будет комитет решать, принимают вас в лице или нет. Но мы изначально говорили, что семейный марафон – мероприятие для всех. Кое-что может заинтересовать не только детей, но и их родителей. Например, Федерация универсального боя и Ассоциация каскадеров обещают подготовить вас к зимней гололедице. У нас есть один подкурс, называется «Антигипс». И когда мы его запустили, люди спрашивают, а это для детей, для взрослых? Я говорю, ну вы в БСМП сходите, посмотрите, кто с гипсом сидит. И взрослые, и дети. Потому что, допустим, это как минимум маленькая часть из проекта выживания. То есть мы учим людей, то есть не только рукопашному бою, или еще каким-то видом единобороза, а просто падать. И доводим эту ситуацию до асфальта, до плитки, до неровной поверхности. И когда будет гололед, соответственно, и до скользкой, и до льда. Сейчас вот мы как раз эту программу запустили с Федерацией роллерспорта. Все инструктора проходят. И люди, я даю гарантию, да, что человек, прошедший курс, там, ну, его шансы на то, чтобы что-то себе сломать или травмироваться очень сильно, сокращаются на 50%. В дальнейшем безопасность повышается до 80 и даже 90%. Чтобы записаться на курс, необходимо ввести в поисковик «Каскадеры Молдовы». Либо оставить заявку на официальной странице Ассоциации каскадеров в Фейсбуке. Роман утверждает, что стоимость курса в любом случае дешевле реабилитации после получения травмы. В общем, какого возраста вы бы не были, никогда не поздно познавать что-то новое. Тем более, что комсомольская правда доказала, для саморазвития не нужны деньги, достаточно желания. Продолжение следует...